Царь небесная, утешитель души истинной, Не живи везде сын, и вся испоёмная Сокровища благих и жизнеподателю Принеселись омны, и очистили всякие скверны И спроси, благо, души наши Барюшка, благословите наше занятие Господи, благословили нас Будь милостивным грешним, Господи, тебе слава в реке Бог Аминь Спасибо, Христос Вот это вот заберёшь, всё, разведёшь кошками Здесь, не та, она сказала, она уже Не сдохнут кошки-то? Да нет За что они сдохнут? Нет, нет Ничего себе вы, они Какого плохого мнения Сейчас каждый его статарь понимает Колбаса, кошки, дают кошки, она не ест, выкинь Лучше Они говорят, что сам ешь, что их собакам давай Я говорю, она у меня ещё неделю-то сдохнет Да нет, у вас просто жиров мало, а так-то что у вас Какие ребята хорошие сидят А если у меня батюшка сейчас благословик потеряет поехать Поехали со мной? Ну когда, через сколько? Через месяц? Пойдёшь? Восемнадцать Потому что никак по-другому Это болеет Да ладно Если мы не проложим там Снегу прокопать Для воды А дальше размоет вода Пропалы Все труды Это Семь прудов у нас все пропадут Ну поехать там На субботу-воскресенье Ну работай Что, составить работу из-за одного дня Да и воскресенье Ну а Раньше как? Эти что, они будут отговариваться? Да сообщите, когда уже пора идти Еще не сейчас Сейчас еще рано Марсея, 18 глава, 18 стих Истинно говорю вам Что вы скажете на земле То будет связано на небе И что разрешите на земле То будет разрешено на небе Толкование Блаженного Филатарха Ежели ты, обиженный Будешь иметь обидчика своего Как мытаря и язычника То таким, говорит Он будет признан и на небе Сейчас расскажу Если же разрешишь его То есть, простишь То прощен будет и на небе Ибо не то только бывает Разрешаемо Что разрешают священники Но и то будет Или связано Или разрешено Что мы, быв обижены Или связываем Или разрешаем Вот здесь Писали материал Материал довольно интересный Материал опубликовал не кто-то Айнарил Малкеев Правая рука Патриата Кирилла Коснулся он, конечно, темы Очень опасной Семена Нового Богослова Когда-то был Василий Берестерский А он живет и достойно Нет, говорит Ничего там не совершается Так он рукоположен Крещен и правильно Не имеет значения Бог утверждает то, что в Духе Святом Я говорю А как же этот человек С деревни приехал Первый раз пришел в церковь На это не отвечают То есть смотри Кому подойти Почему вы смотри Место пастыря Не избери волка И он повторяет это Несколько раз Если нет родственного В Духе Святом Никакого прощения нет Бог не имеет с ним дела Ему единственное Что дано Совершать литургию А прощать Развязать Это он не имеет права Он не понимает Что развязывает Он может это завязывать И что сейчас Вот делают Как они Доедают Владимира Головина Сейчас на Андрея От Кащева Напустились Еще надо сказать Наступят времена тяжкие Из вас самих Восстанут люди Которые будут говорить Превратно Симеон Нового Богослова Запомните Игнать Игнатьич Дело все в том Что нам ли Как говорится Быть в печали Нам ли не знать Того О чем вы сейчас Нам рассказали Ведь наша община Лакмусовая бумажка На всю веру Всей земли Как оказалось Конечно Вселенная Бачка Деваться некуда Что же До самой Америки Все дошло Конечно Наш батюшка Понятно Он очень Добрый человек И хорошо Пастер такой должен быть А если бы Он не был таким Представьте Что было Но Мы не на это Смотрим Добрый Или не добрый Мы смотрим На истину Господь говорит Правда Придет с земли Истина Приникнет Истина с земли Правда Приникнет с небес Вот Истина И правда Две Особенности Которые Отличают Нашу общину И поэтому Они Не покаялись Я говорю Про московскую Патрахию Не покаялись В том что Как они Нас гнали Здесь Метелили Мама Не горюй А все Продолжается Вот только Вот в таких Людях Которые Сейчас Выскочили Синицкий А это Дмуха Там И так далее Но Если нет Нет Да и ущипнут И Просто Православные Что там Говорит Он говорит Про Православных Священников Ну я все Это Распространил Показал И Алпе Делает Оговорку Но А делает Оговорку Такое Но Все таки Литургию Может совершать Там не написано Семена Что может совершать Я думаю Откуда он взял Дальше Полного материала То у меня нет Я беру Как мне прислали Три отрывка Семена Нового Богослова Святой жизни С родственностью Иисусу Христу Если этого нет Бог ничего не утверждает Беззаконникам Так он Негодный Он связанный Под скамейкой Лежит Это видишь Видение начинает Он Нет Никого не придется Связывать Он уже Он не Никто И дальше Андрей Кураев Показывать Что он там говорит Это Голубое Лобби И прочее Это Семинарист Был Что с ним Было Нормально Я сейчас Дружу С одним Батюшкой Но священником Не стал Про деньги Когда Речь шла Сразу День Рукоположение Митрополит Отстегни 5 миллионов 5 миллионов 5 миллионов Как 5 рублей Он говорит Где же я возьму Ну машину я продам Но не хватает Дом продали Что там машина Ну такие они 5 миллионов Еще они Гоза гарантия Ты вернешь Все Сретенский монастырь Ежемесячных 5-10 миллионов Подстегивает 5-10 миллионов Патриархию А сколько их Почему так Патриархия Заволновалась Украина Если 10 он стегнул У него еще Осталось Несколько миллионов Ну да Вот говорят Что-то Заволновались Из-за Украины Вы ее не дали Автономную Не дали Дали другое Размонашился Буквально Пиларет Теперь по ступеням Его Вот уже сидит Теперь на дерево Нанимает Теперь законно Теперь что Пиларет был Денисенко Отлучем Что его предали Нафим И все это снято Как бы Яханье бывшее Теперь Мне говорили А вы его признаете Я ничего не могу ответить Не знаю Но на испорт Я бы не пошел И сегодня Несмотря на эти Томасы Которые дали Мы должны Смотреть за собой И когда у тебя Око чистое Ты будешь Видеть Понимать Мне неоднократно Пишут А как вы знали Тогда говорили Сейчас мои Труды из книг Берут и публикуют Это так давно было И вы говорили Видели Я ничего не видел Я просто записал Ну а как вы могли знать Что-то такое человек Никак я не мог знать Я сказал Что А очень опасный Очень опасный А почему опасный Я даже объяснить не мог Я знал что При удобном случае Он бросится на меня Относительно Своей шкуры Как говорится Чувствовал А когда сегодня Случилось Ответа нет никакого Это молитва Бог откроет Никто не закроет Вот это я говорю В этой рулетке сейчас Это худо-бедно Месяц прошел Я там месяц нахожусь И два дня За месяц два дня Почти 200 роликов составлено Это что-то стоит Тысячи людей Передо мной прошли Я Ну я верующий Я это признаю Но Попов Религии Я не признаю Почему А Кирилл Вы знаете Что делал Кирилл А в церковь священник Я пошел Деньги Вот за крещение Столько Если Полное повышение Тоже можно Но на 2000 дороже За воду Добровольное пожертвование За водолахные дела Добровольное пожертвование Дайвинг называется Он написал Жената Это что же делается Конечно В этом отношении Наша община Даже не то что Она абсолютно Недостигаемая Вообще Недостигаемая Скажи десятину Десятина А кто будет платить Наша сестра уехала В Грецию Ну и говорит Как я говорю Ты плати там Георгий или Григорий А он не берет Положить ногам Как у апостола Она так и сделала А почему Они хочет брать Если берет Он десятину Торговой не должно быть Ни за крещение Ни где Десятина все покрывает Сатана повел Другим путем Десятину убрали А как жить тогда Так ты перекрыл Шланги ты себе Десятина Десятину Бог установил Десятина Это один из определителей Того верующему Или нет Господь говорит Испытайте Сах Бог говорит Испытайте Сами себя верили А тут Испытайте Меня Бог говорит Господи А как я вот молюсь Нет Это не испытание Десятина Верните десятину Господь говорит Он не говорит Что Десятина Она моя Вы меня обкрадывайте Вот вода так Что не толкует Моя А декатарь В этом завете было Сейчас я получил Из Греции Там пишет один В Греции Так и сохранилось Это я знаю Что Десятина Божия Она вечна Она А почему Божия Златоус объясняет Земля чья Земля что наполняет Божия В Ветхом завете Божия была земля А в Новом завете Ты сам ее сделал Нет Дальше воздух Ну воздух Ну воздух Еще и Божий Божий А в Новом завете Божия Вода там была Божия А что тебе это доказывают Господь возьми меня Теперь сотоварища Я тебе дал Сто рублей Ты заработал Сто гектаров Обработал Отдай мне Десятину Мне Бог говорит мне И поэтому Когда не платят Не говорят Что я Священнику Не додал А вы Обкрадуете Меня Большую буху Меня Она Она Божия Тут вообще А только Десятину Добавь хоть Рубль Больше Если праведность Ваша Не превысит Правдности Книжника Парисеев Господь Из-за Десятину Осудил Его Я Плащу Десятую Часть Со всех Доходов Это Повеление Божие Мне Некоторые Звонят Я Десятину Принес А священник Торгует Три Ларька Я говорю Не Давай Это Нельзя Давать Зачем Вам Давать У Процент От стоимости Машины Ну Товарейка Думай Что это Такое Не везде Но Это Не везде Так Было Есть Вот Я Иду Здесь По Никитину Подхожу Думаю Какая-то Авария Стоят Машины Куча Оказывается Кто Хотел Сказали В субботу Они Приехали Капоты Подняли А батюшка Ходит И крапит Машины Одна за другой Стоят Капоты Подняли Рты Вот такие Разъедули Глотают Они Игнот Поставят Как батюшка Освещает И только Деньги Вязал Ему Говорят Машина Твою Врезалась Другая Батюшка Ну Бывает А деньги Тоже В кармане Люди Понимают Один Священник Вышел На Распуте Дороги Вот так Развиваются Так За столько Я Машину Могу Освестить Гарантии Аварии Не будет На Плакате Написано И люди Которые Не ходят Сто Процент И за Попов Не ходят Конечно Хоть Бодили Священник Сказал Я не Хожу Православным Потому Что Никак Я Глядеть На них Не Могу Андрей Курай Никогда За 2000 лет Не Было Такого Презрения Церкви Как Можно Довести Был Ее Показывают Как Обеды Какие Студент Черная Белая Икра Ситрина Нам Убирается Салат Мы Амурку Поют Сейчас Везде Крутят В новостях Везде Такой Попяра Там Сидят Епископ Митрополит И Мурка И Женщины В платочках Мурка Ты мой Мурен И Баства Радуется Это Что Берегись И Наша Сила Сидеть Спокойно Вот Это Считайте Чтобы По Мозгам Стукало Не Вылазить Нигде Вы Про Чистый Взгляд Упоминали У кого Взгляд Чистый Он Видит Куда Пойти Куда Не Пойти Я Услышала В одном Месте Проповедь Что Сейчас Сетчатку Глаза Фотографируют Когда В банке Кредит Дают И После Этой Фотографии Не Человек Чисто Видеть Может Нет Что Ты Придумаешь Бабки Господи Вот Вот Человек Когда Мы Вернули Еще Одна Он Говорит Вас Снимали Там Снимали Все Печать Антихриста А я Стою Вот Здесь Вот А Он Там Я Смотри На Меня Господи Иисусе Христе Сыне Божий Поймел Меня Греш А что Я Сделал Крестное Знамение И Селин Говорит Кто Получит Начертание Правая Рука И Лоб Он Не Сможет Совершить Крестное Знамение Он Не Аппарат Поверни Вот Это Он Меня Усёк За то Что У меня Паспорт Заграничный Я Звоню Говорю Игнать Тихонич Поздравляю Вы Проняли Печать Антихриста Ну Дурочек Так Разобрали Лена Это Не полезно И Не для Кого Мне Принес Теперь Люди Боятся Давай Так Не Отвлекайся 18 Глава Матфея 19 20 Истинно Так же Говорю Вам Что Если Двое Или Из вас Согласятся На земле Просить О всяком Деле То Чего Бы Не Попросили Будет Им От Отца Моего Небесного Ибо Где Двое Или Трое Собраны Во имя Мое Там Я Посреди Них Толкование Небольшое Под Соглашающимися Разумеются Сходящиеся Не на зло Но на добро Ведь И Анна И Каяфа Соглашались Но На зло Ну Понятно Сектанты Они Все время Говорят Где Двое Трое Собрались Во имя Христа Там И Хорошо Но Они Собираются На зло Эссектанты И даже Неправильно Читают Слово Божие Вот Сегодня Читали Брат Нам Послание Не Метроп Метроп Не Удаля Не Удаля Баб Баб Не Удаля А Почему Поста Нет Самый Сильный Удар Против Бога Трое Удаля Удаля У грехов, когда рукополагают священника в 30 лет, допустим, то он исповедовать не имеет права. Служит литургию, все, а исповедовать нет. По крайней мере, лет 20 он не исповедует. Кто? Священник. Какой? Которого рукоположили. В Греции. В Греции. Рукоположили ему там 30 лет. Вот он до 50 лет может не исповедовать. У нас 17 исповедуют. Все, которые старые, старые священники, которые исповедуются. Вот такие сусанки. Ты помнишь, что-то у тебя ящики там взбали, он епископом стал? Саша Войченко. Потом его сделали иромонахом, 18 лет. Иромонахом и настоятель женского монастыря. Но благо в этом монастыре были лет по 80-90 монахини. Две или три. А он потом, прошло, сколько лет он побыл, он в Бийскове, там недалеко от Бийскове. Он пришел, снял это все ряску, клобок, архивидал, говорит, нате. И пошел на стройке, работает сейчас. Все, отдал, вернулся. Интересно. Человек с Богом встречается, чтобы вплотную разговаривать. А только душа, тело ему не может попасть. И вот когда смертный приговор на силе, это что означает? Люди же списались без силы, ничего не могут сделать. И душу отстанавливают, поэтому надо голову отрубить, чтобы он пошел теперь туда. Ну и там один какой-то тоже такой дичок забунтовал. Царство Божье хочет, Царство Небесное подавать. На которого вакуум затеял. А вакуум. Он его связали и говорит, тащи его сюда, давай топор. А тело-то не пошлешь, только одну душу, а душу мы вытерхнем сейчас с него. Он как завопил, нет. Как они, он дал ему плите, это отпустил, он через забор, он говорит, камелавку забил. Он пропадел на это, чубетейка-то этой, не камелавка как она, скупейка, 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 скупейка. Клобок, клобок, клобок. После этого, говорит, никто дьякона уже не видел, чтобы он вел себя неблагочестиво. От него все страдали, он там пьяница была, но он его отходил там. А женщину на одну захватил, прямо облудил, он ее в погреб посадил, скучно лежал. Он не садил, его, пришел к нему муж ее, говорит, он купец был. Как, говорит, уезжай, приезжай, мне говорят, что моя жена басон виляет, туда-сюда. Ну, он говорит, ну что, приводи ее к сюда. Тот привел ее, так, говорит, вот, значит, две недели, чтобы ты не показывался. Кого телефон держит? Ну, и он ушел, муж, они сразу раз, у него кереник набыл, кереник, и в погреб ее. В день дают кружку воды, там, сухарь какой, и несколько плетей, спустится тот есть, вложит несколько, и так они две недели продержали. Кайся, будешь еще делать? Не буду никогда. Ну, и пришел, когда хозяин забрал ее, муж, потом пришел, и батюшка там благодарит, и говорит, благодарю тебя очень, что все. Куда, говорит, забру, прямо не на радость. Ну, говорит, прошло время, говорит, она опять за старое. Дальше написано, говорит, она опять за старое. Вот у мусульмана-то очень просто. Сразу ее показано, она сидит, тряпками-то прикрыта, вот так щеку выдерлась, к ней прислонил, и сам рванулся назад, рванулся, одни тряпки валяются, ничего нет. У них очень решительно поступают. Ну, надо ли нам об этом обсуждать-то? Плохо они делают, мусульмане, Игнатий Иванович, плохо. Пускай она лучше перегуляется и загуляется, нежели я буду гранату рвать. Можно? Пропадет она, пускай в воду, эта тварь, шалава. Буду я еще руки марать, гранатовец. Так нет, там это, другие исполнители это делают, не он сам, не он. А, ну, если другие, тогда пускай делают уж так. Мы здесь так рассмотрели, как шофер пьяный, и как его в Таиланде, и как этого шофера ведут под руки, голый, а сзади ему так надевают трусы, а где самые полочки-то у него, вот такое отверстие. И как он, а какие-то эти пищи, как вот, ну, ровные такие-то, его спросили, врач обследовал давлением, все, теперь привязывает руки-ноги, ноги вот так вот, а сзади-то вот отведать. Ну, и, значит, начинает парать, раз, ба-ла-ла, опять, два, опять, ба-ла-ла, и, наконец, вот так, дергается у него ягодица-то, и, наконец, темнеет, и, наконец, кровь потекла. Ну, немного дали, 20 штук, но, видимо, крепко бьет, один здоровый такой, и лупит. Все, дальше его отвязали под руки и повели. Все, ну, наверное, месяца два не сядет за машину. А сколько у вас на дороге погибло? Они даже не понимают этого слова. Вот один шофер был пойман. Вопрос решился. Это нас сейчас экзекуторов надо, наверное, несколько тысяч в стране. Ну, вот, последний раз двоих убил этот, ваш любимый мусульманин, сгрозного какой-то парнишка. Так там с ними Кадыров разговаривал, и кто только. Сейчас будут давать ему какой-то срок. Вот, во времени, вчера и позавчера. Шариков нанюхался. А каких-то газов там нанюхался, придурок. И причем это, я такого даже не знал никогда, какие-то газы. В Братский Эмират приехал англичанин. Там сразу предупредили, что, если ты выпил, в гостинице можешь выпить, но в общественном месте не появлялся что-то пьяный. Ну, я иностранец, вышел, или там где-то, ну, его сразу полиция. Ты знал? Ты знал. Значит, его 6 месяцев ему в тюрьмы, 40 тысяч долларов штраф, и навсегда въезд в страну запрещенный. И еще 500 розов. Но ему не на один день. По частям. По частям давали. Вот он полгода отсидел, ему 500 розов вложили, 40 тысяч долларов, и до свидания. Милость Мухаммада. Наверное, бежал быстрее от супер-ракеты. Вот все. Это в газете писали, заметка. Советские сейчас ракету испытали, вчера показали, там Путин, видно, был. 12 тысяч километров. И говорит, на подлодке, чтобы накрыть полностью Вашингтон, требуется 5 минут. Ни одна ракета ее не остановит. Только если лазерный луч. Ну, она, у нее температура, что-то, только несколько тысяч градусов. Три, что ли, тысячи, или больше температура у нее, когда она летит. Испытания прошли успешно. Нет, 3 тысячи. Пока ни у кого нет такой ракеты, которая еще к ядерной завязке. Ну, 12 тысяч, это ее, будем говорить, крейсерская скорость. А там они до 25 тысяч километров. Нет, сколько-то раз она превышает скорость звука. Да. Несколько раз? Да там не в несколько. А скорость звука какая? 1050. 1050 что? Километров в час. Километров в час. Ну вот, а это в несколько раз превышает. Там больше, чем в 15. Короче, от 15 до 20. Ну, там говорят, что до 25 тысяч она гоняется. Перед тем, как долбануть. Матрена, говорит, так быстро бежала, что даже юбка за ней не успевала. Так а самое главное, это вы не поняли, да, Игнатьевич? Самое главное, это вы не поняли про эту ракету? Нет. Там ядерный двигатель стоит. Остальные двигатели. Маленький ядерный двигатель. И американцы его не могут придумать. А наши то ли байку рассказали, то ли нет. Они сейчас там чешутся. Так испытания, испытания прошли. Присутствовали в Америке. Немецкие там другие. Ну, понятно, но им же не покажут, что там ядерный двигатель. А так-то она может пролететь. Кто там знает, засекает, что ли, он стоит? Никто не засечет ее. Горе какое, хвалится чем, что мы можем убить, Вашингтон накрыть. Кошмар. Ну, а Путин говорит, что вы, если нас накроете, мы-то все в рай пойдем. А вы все равно передохните. Мы, говорит, как мученики, пойдем в рай, а вы все равно сдохните. А вакуум, он не сомневается, что будет в раю. А вакуум пришел там, ну и что-то нет, он отпорол там, жену отпорол, и подруга там ее была еще. Он их отпорол, а потом совесть замучила. Он говорит, что ж я сделал, это нехорошо. Лег, сам, значит, спину оголил и всем. Парите меня, каждый мне там по пять ударов дайте. Хорошо. Ну, а не кто как? Дети, отца там же. Он тогда, если кто меня пороть не будет, со мной в Царстве Небесном не будете. А дальше написано, относительно себя он немало не сомневался. Нет, все, давай пороть тогда. Смешно. Особенно, как встречать папа, получил. Яму выкопай, прикрой, а там внутри поставь такие поля, заострий. Неканьянский папа. Когда папа приглашать будешь, а тут сделай следы, как будто никогда папа брушится, в руку зато распорит. А ты бегай, вокруг их щит, ай, батюшка, батюшка, а я не знаю, что тут яма у меня во дворе. Сводим вверх. Двойной дверь. Это как встречать, перемещать папу, Неканьянский. Пошли. Кому простите, простите. Господи, помилуй. Ну, это житие его так описано. Он сам в житии, сам писал. Алексей Михайлович, дай им власть, то тебя этих Неканьян всех перепластают. Я, говорит, будто их повдоль, говорит, рассекать. Не поперед, а потом. 21-22 стихи. Тогда Петр приступил к нему и сказал. Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семи, седмижды семидесяти раз. Толкование. Петр спрашивает вот о чем. Сколько раз я должен прощать его, то есть брата своего, если согрешит. И потом, раскаившись, придет и будет просить прощения. К словам, если согрешит, он прислал купил против меня. Это потому, что если кто согрешит против Бога, того я, простой человек, не могу прощать. А может простить разве имеющий божественный чин священник. Если же согрешит против меня, и потом я прощу его, то будет прощен. Хотя я и простой человек, а не священник. Господь сказал, до седмижды семидесяти раз. Не с тем, чтобы ограничить числом дело прощения. Странно было бы сидеть и высчитывать до тех пор, пока не получится число 490, которым уравняется седмижды семьдесят. За сколько прощать-то? За всю жизнь или за один день? Сейчас дальше будет. 490. Но означает таким образом, неопределенное число раз. Как бы, говорят так, сколько бы раз кто не согрешил и потом покаялся, прощай ему. Если он покаялся, то он не будет уже 490 раз-то делать. А тут вот в чем дело-то. Тут норвца, то это не может быть. Вон в одном тебя, а тут же в другом, в третий раз, в другой раз, в лесу может покаяться. Раньше не покаяться, прощать или не покаяться? Ну, один раз покаяться, другой-то, что он будет делать? Совсем уже какой-то, не такой. Явное дело, что ставится на то, что и тому не надо грешить, и этому не надо держать зло. 490. Да тебе 9 раз только попрошу прощения, и ты уже меня прогуляешь. А если не попросите, и знать не будет. Прощать или не прощать? Сказать можно, а попросил или нет еще, внутром-то он осознал, нет. Осознал, загладь. Я-ка раскаиваюсь, сворвали 5 миллионов, так вернете миллионы, ты и кайся. Не прятал, теперь я каюсь, а почему не возвращаете деньги-то? Так, можно вопрос мне задать, а? Короче, дело вот такое. Все идет о том, 18 глава Матфея, 16 стих. Как прощать брата своему в обществе христианском? И написано так. Если согрешил против тебя брат твой, то выговори ему. Если он не покаялся, то значит пригласи двух или трех, устами двух или трех свидетелей, значит. Если нет, то церковь будет решать. И церковь написано, что должен быть настоятель, то есть священник. И да, мы видим дальше, про священника идет разговор. Но какой странный разговор тут идет про священника. Нигде не написано, там священник, но про это нет. Как не написано, пожалуйста, читаем. Глядите. Так, что тут? Даже церкви. Церкви, да, 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 вот церкви. Так смотрите, как тут написано. И всякое слово остается только, что он вразумлен был церковью. Если же... Ну ты в толковании читаешь. Да, ее не послушают, то пусть будет отлучен, дабы не заразился своим злом и других. Да. Ну то есть... Вы сейчас священник здесь не идет. Не, 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 не. А у нас, говорит, церкви. Церкви, церкви, церкви. Конкретно церкви. Но тут конкретно идет и о настоятеле тоже речь. Тут прям конкретно тоже об этом говорится. Вот. Если же не усрамиться и по обличении при двух или трех свидетелях, тогда объяви о грехе его предстоятелем церкви. Предстоятель-то не я церкви, а вы... Объяви, что он не пошел на предъявление. Предстоятель церкви-то вы... С тобой не пошел бы. И священнику доказать. Священник не участвует в разборке. Да, вот о чем речь. Не участвует. А теперь дальше тут говорится. Дальше говорится. Как бы священник тут и ни при чем. Ты простишь, если брату... То есть священник послушал. Ну, предстоятель уже. Ну и там, братья, видать, я так понял. И сказали. Ну ты же это... Да, действительно, ты согрешил. А он все равно встал в позу. Я еще согрешил. Я не согрешил. Ну тебе же сказал уже предстоятель. Ну все равно. Значит он становится язычником немытрим. А здесь написано. Но если он у тебя попросит прощения, то ты ему прощай. Причем тут священник написано. То есть священник, ну да, там понятно. Но он против тебя согрешил. Поэтому ты его прости. Понимаешь, а с священником как? Андрей Курайев, то есть... Ну... Андрей Качев сказал, говорит, священник, это цепочку надо на руку. И два метра, чтобы длина была. И баба шла, отдельно вспомнила, грех о ней не рассказала. Священника потянула. Скорее он накрыл партуком. Все, иди. Вот сколько раз о том уже. Вы что сделали? А я на это дело написал, что... Так вы же их такими сделали-то. Дошло, наконец-то. Батюшка, это что говорит? Приходит, говорит, каясь. Какую заплатку там наложить на юбке? Красную или зеленую? Да, такие. Какую там воду, что там можно или нет пить, какую воду там или не пить. Что-то такое все. Берку и живу. Резать или не резать поросенка. Ну... Вот при мне к священнику подошла и спрашивала. Священник у меня знакомый. Прям подождите, говорит, спрашивает. Вот завтра Георгий Победоносца можно мне стирать в стиральной машинке или нельзя? Это уж серьезный вопрос. Ну это очень, да. Ну вот они такие, с такими вопросами едут за тысячи километров. К власти едут там, ну... Я если в Смятку или в Крутую воду... Так самое главное, он меня отогнал от себя. Ну-ка, говорит, отойдет меня. Тут ко мне с вопросом пришли. Я отошел, так слушаю. И она задает вопрос. Я думаю, великий отмен. Выдавать или дочь замуж? Хороший вопрос. Выдавать или нет? Замуж. Ну выдавать или нет? Она тебя спрашивала, что ли? Может, она сказала, сходи к батюшке, посоветуйся. Это моя жениха хорошего найдет. Мне поступает. Батюшка, вы помните, жениха у меня, но только чтобы богатый был. Ничего себе. Миллиардер. Богатый мужик, это жених был. Да, вправь ты ее куда-нибудь на остров. Найдет пускай. Ну это от маловерия люди, от неверия, от маловерия. И ищут, что? Как по земле лучше было? То есть не отрывается от земли, как говорил сегодня. Что держится больше за земное. Батюшка, а вы приехали с Москвы в тот раз и говорили, были у Матроны? Не было. Не было. У священников они другого-то ничего вели, не знают. Ну, поезд Богородицы привозили, там делали, опрос, что просить шли. Якобы поезд Богородицы, вот там, люди в очереди стояли по 17 часов. Она расскажет мне, 17 часов, говорит, в очереди стояла. Пока дошли. Там волонтеры пирожки раздавали по очереди, биотуалеты расставили. Ну, люди-то стоят там. Ну, понятно. Стали что просить больше, ходили в Богородице. Все сходят, все там. Муж ушел, чтобы мужа вернуть. Замуж удачно выйти. Квартиру, чтобы там это... Там кредит взяли, как кредит погасить. Детей родить. Да, ну вот все такое. Все житей. Можно мне духовный вопрос задать? Может, вы сейчас опять будете? Нет. Только до конца дослушайте, пожалуйста. Ты сейчас договоришься, я тебе не дам вопрос. Давай быстрее. Считай. Вот, и все уже. Много, немногих словах. Я уж полчаса жду. Много, если сейчас спорную веру, допишите. Матфея, 18 глава, 23-27 стихи. Посему царство небесное, подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил, государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Толкование. Мысль этой притчи научает нас прощать нашим сарабам согрешения их против нас. Особенно же, когда они кланяются в ноги нам, прося прощения. Изъяснять подробно сию притчу сможет тот один, кто имеет ум Христов. Царство есть Слово Божие. И не какое-либо малое царство, а небесное. Продажа должника с его женой и детьми и всем имением означает отчуждение от Бога. Ибо проданный делается рабом другого господина, то есть дьявола. Под женою должно разуметь плоть супружницы души, а под детьми худые действия, производимые душой и телом. Сию-то плоть повелевает предать сатане на истязание, то есть предать болезням и мучению демонскому. Велит также связать и детей, то есть деятельные силы зла. Так Бог иссушает челюбу руку, крадущую или связывает ее посредством какого-нибудь демона. И вот жена, плоть и дети злые действия преданы измождению, да дух спасется. Ибо человек тот уже не может воровать. Смотри, какая сила покаяния. Воровать или веровать? И как? Воровать или веровать? Ну, естественно, воровать. Человек до дух спасется, ибо человек тот уже не может воровать. Смотри, какая сила покаяния. И как человеколюбив Господь, покаяние в зле заставило раба упасть. Кто крепко стоит в зле и не падает от покаяния, того нельзя и простить. Посему милосердие Божие простило весь долг, хотя раб не просил совершенного прощения, а просил только отсрочки. Ну, воровать не может, то есть это он согрешил этим, как бы. Понятно, ипотека, раб. Ипотека, да, 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 явно. Что он должен был уже отдать, а не отдал. Ну, как воровать, то считается. А теперь, когда это все будет, он уже потом не станет воровать, когда ему столько уже было всяких казней. Ну и простили. Так, говори быстрее, что ты хотела? На рождественской неделе я была в храме в Никольском соборе. Там, как всегда... Блин, встань, пожалуйста, тебя не видно. Там батюшка из алтаря читал спиной к народу Евангелие на старославянском языке. На церковнославянском. На церковнославянском. Вопрос не в этом. Когда к нам митрополит Сергий после этого приехал, через месяц, Дьякон читал у нас, выйдя лицом к народу, Евангелие на русском языке. Все понятно. В его этом ведомстве митрополита Сергия находится и Никольский храм, и к нам он приехал. Вы договаривались, что он будет выходить? Или он знает, как правильно, и там не делается это? А делается вот так и у нас по согласованию. Почему? Только у нас. Потому что у нас устав, он не нарушает. Он сразу... Говорит, как у вас делать? Я объяснил так. Как-то, приехавший один Дьякон, что-то он хотел там, было по теряльке, по-своему. Он сразу подумал, ты зачем это делаешь? Ты спросил, какой здесь устав и как у них? Ладно тебе, говорит, здесь, в другом месте, говорит, тебе там дадут, говорит, пинка под зад, говорит, и прочее. Шелкушку. Вот так вот. Он, как сказать, из уважения, из любви к нам это делает. Вот и все. Он не может изменить, чтобы правильно было вообще видеть? Не может. Не может. Не может. Так, все? Вопрос прошел бы. Изменить не может. Почему? Потому что первым, кто восстанут против этого, это ближайшие священнослужители восстанут. Вот и все. Он не может этого там сделать. А у нас он не нарушает наш устав, какой есть он нигде, не спрашивает, как. Теперь вспоминать кого? Я говорю, Владыка, а вы не против? Вот мы вспоминаем, чтобы вот так вот было. И первая раха поминать. Он, да-да, хорошо, все. И он, как святаго, Господа истина. И он так, так вспоминали все, все. И в этом нет никакого нарушения с его стороны. И у нас он старается не нарушить и наш устав. Вот и все. Тебя чего это смутило? Ну, как бы двуличие какое-то. Какое двуличие? Все, тебе не хватило на это даже подумать, какое двуличие? Нет, хорошо, что к нам они идут в уступки. Ну, почему же у себя-то у них нет. Ты двухличие, значит, ты где думаешь, что он лицемерил? У нас лицемерил или тогда дома лицемерил? В своем храме когда служил? Даже не знаю, как сказать. Ну, вот не знаешь, как сказать. А ты подумала бы, включила бы немножко. Нет, я рада, что у нас понятно. Но я туда-то пришла, кроме Ами, ничего не поняла. Какое двуличие-то, я выползал со словом-то. Какое двуличие? Не, ну что, так делают, знают как правильно, а делают как правильно. Ну, устав такой, он там устав не научает такой. Его нельзя, принято так. Если, положено, немцы были бы, а он по-немецки знает, вот Арт приезжал бы, Марк, он служил бы по-немецки, и что, двуличие? Да. А Николай Хасаткин по-японски бы у нас служил, и другие то же самое. У нас хорошо, почему? Отбирай маленько, ты что самое? Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ладно, 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 ладно. Я когда приглашаю архиерея, я всегда в страх, думаю, вылезет, тогда что-нибудь задаст такое вопрос, что даже, говорится, ни к селу, ни к город. Понимаешь, а ты бы, первичем, когда была, ты бы сказал, ну, разрешили, все, тебе не надо было, а ты бы с этим вопросом, ты вылезла бы туда, и какое отношение? Я же не вылезла бы. А вот это, слава Богу, не вылезла. Два была здесь благощинных, она там, ее пришлось выставить. Ну, да не знаю, да, да. Нельзя это делать. Не поддерживайся, что ты, глупый, говорит, промолчит, сойдет за мудрого. Считала? Вот так, по сулемам сказал. А еще написано. И погиблых не простил ей. Прикосили, как иди, ну, ну, простите меня, простите, а вот не простил. Я просто тихизацию сказала. Вот, Игнат, и тихо, на себе. А вот ты, ты женщина, разговариваешься, говорит, батюшка, ты вылезла, какой тебе, зачем, ты выслушала потихоньку записывать. А ты помнишь? А потом вопросы спросил у батюшки своего, у наставника спросил своих, а-то, как это, а ты тоже надо среди, то есть ты становишься на одну ступеньку с батюшкой. Да нет, выслушала, что ты больше не можешь. Села, села, тряпку, выжила, и с тряпкой сидит такая и начинает ему рассказывать. Вообще молодец. А-то никуда не годится, а-то просто бесчестье какое-то, безумие. А-то у тебя домашнее, потом мира нет в семье. А-то выборочное не бывает зло, оно везде распространяется. Как-то слышал я однажды по телевизору, было, что спрашивает, она актриса, а муж у нее режиссер, и они прожили вместе 40 лет. Это вообще в той среде, это невообразимо. А я спрашиваю, как ты с ним прожила? Ведь он такой деспот, мужик, он режиссер, там на съемках может там в зубы дать, кто не так. Ну, говорит, я сразу ему полюбила, говорит, я его, говорит. И я, говорит, сразу, говорит, выберила все его острые углы где. И старалась не нарывать, говорит, обходите это. А кто в вашей главной семье? Ну, конечно, он. Муж глава в семье, жене глава муж. И мне, говорит, что-то если надо сделать, я, говорит, сделай так вот, что по-моему будет. А я потом говорю, о, Ваня, какой ты мудрый, как-то я только хотел бы, а ты прям даже вот, как ты мои мышцы угадал, что надо так сделать. А она потихонечку. Это большая греческая свадьба, они хотели устроить ее, а сделай так, как будто он это хотел. А это вот, ну, а вы нет, а я вот так вот, так вот. Даже на будущее нигде нет. Наша мать, никогда нет. Она что, сделает, что-то, а потом уже, это было так, корову там продавал, в железной дороге, напротив нас там казарма была, корова хорошая. А у нас корова была самая красивая в Табуне, но молока не давала ничего. Но красавина, отец ей говорил, о, у меня корова идет, о, голова высокая, красивая она идет такая. Навоз за двух коров, она огород может везет. А я спрашиваю, тя, Тише, а молока много на этом? У меня не про налог. Да, ни хрена, без молока. Ну и вот, и мать договорилась с тем-то мужиком, а они как-то с отцом друзей. Ну, отец целый день на степи, а он корова хорошая там давала по 20 литров. Ну и мать потихоньку договорилась, купила, значит, привела и спрятала в сарайку. Ну, а вечером-то за стол со садимся. Отец, видать, увидел ее, но молчит. А она, мать-то, к нему, Тихон, я вот это, хотел, вот это, там, этот, Володя, корова, про нее хорошая корова. Отец сидит, ну и что? Да, Тихон, я хочу, чтобы по согласию было. Отец, сама, говорит, сотвори, а потом по согласию. То есть, мать-то, она сейчас сделает, а потом уже делает так, когда-то нет, чтобы я, я хочу, я так сделал, попробуй с отцом, нет, он такого. Крутого нрава. Крутого, он не любил, когда ему против. Ну, по два раза не повторял. Один раз повторялся. Да, судя по-моему, понятно, какой. Чтобы на другую комнату только слушать могла, но не подходила. Вот, только так. Только так. По-другому нельзя, потому что я тебя не удерживаю. Ну, все изменилось, а. В прошлый раз, когда погибла, она сказала, а погибла сразу на меня. Вот они ваши какие, выучики. Он дальше-то огрел меня из-за тебя. А ты обриснула, смешно, я не ела ничего. А я только переселал, думал, я смотрю, как бы кто-то у себя будет понимать. Я еще раз сказал, я не ела. Больше, чем на письме, что мы. Это старый блудец, говорит, захватили то-другое, а она говорит, обтер на губы, говорит, я ничего не ела. Обтерлась? Обтерлась, или что, это сера, она пишет мясо. Так что не делай это, не подобяйся таким. Тут мужики, больше здесь сдержанно, как-то это, ну, смотрите, что... Ну, батюшка, хочу сказать, Илья Игнатьевна, что она же перед этим долго извинялась, прям, расшаркивалась, что извините. Скорее всего, у меня, конечно, сейчас огорошите. Так что, ну, что тут говорить. За тысячи километров ездил, там, ну, другие, в общем, организовывал, когда в Хемене служил. Со мной всегда ездила, была Екатерина Федоровна такая. Игнать и знайте, она была старостью там в Хемене. Вот, мы сейчас с ней... И это было, с кем ездил, это лучшего человека. Она никогда, нигде слово не скажет. Но, когда она понимала взгляд, даже глянешь, она уже понимала, что нужно это делать. Такой вот, это человек такой. Она говорит, я 19 лет прожила со свекровкой, а у меня свекровка, говорит, была такая, что, говорит, это... И я, говорит, терпила, говорит, ни разу ей свекровки напротив не сказала, говорит, сурово. Я попутно хочу сказать. Есть Нобелевская премия, но там указ два раза премия не присутствует. Только в живом, не по чему. Но одному человеку впервые не выдержали, все проголосовали два раза. Кто такой? Мария Кюрис-Подобстаря. А у ней, она, там, ради там выпаривали. Сидели студенты из Китая. Я только по глазам могла догадаться, где они не согласны. Только по глазам. У нас сегодня, говорят, в школе учителя отказываются даже работать в школе. Невозможно дитями руководить. А самому что? Был репортаж несколько лет, там, в Комсомольской правде. Этот корреспондент Комсомольской правды был в японской школе. Ну, говорит, на перемене бегают те же, говорит, чертенята. Что у нас там? Бегают, там, балуются, все, говорит. Я, говорит, был в учительскую, заходит ученик в учительскую, учителя разговаривают, он ничего не нашел, какую книгу там, где она на полке. Взял, поклонился и пошел. Что они говорят? Ну, вот, говорит, начался урок. И эти, говорит, шестилетние там эти первоклассники, я, говорит, увидел, что это сидят маленькие, говорит, деловые люди. В это время, говорит, он глазом не мольнет, что там учитель показывает, у него все внимание на учителя. Почему? Потому что, говорит, родители скажут, сынок, будешь плохо учиться? Будешь вон дворником или где-то там работать только? Больше нет. Все должно быть. И они-то, а у нас что? Бегают, говорит, на руках, на уроках там курят, и, говорит, девчонок щипает, и что угодно. Сейчас, китайский мальчик, я сейчас не знаю сколько, 7, или 8, проставился на весь мир. Корреспондент пришел в школу, а он заходит, у него волосы как ветер раздуло, так все застыло. Он через озеро переходит 6 километров в школу, где должен школу окончить. А школа не топится, дома не топится. А он взято напечатал, как пошли на него везде, его вызвали туда в центр, в Пекин. Дальше показывал, он спецназом, в вертолете летел, посадил их. Пошли деньги, теперь этих денег хватило, в деревне везде все отопление поставили. Из-за пацаненка, из-за чего? Я должен окончить школу, я не буду здесь. Вот и все. Другой китайец, ни один в России не сделал. Приехал в деревню, мы деревня там, сколько, я не знаю, 500 что ли дагомов. Приехал и сказал, я в вашем земле, да мы знаем, ты богатый. Значит, я предлагаю сломать все деньги. Как сломать? Сарай, сломать. Все подряд. Я вам гарантирую, сейчас даю там жить, там еще построю. Он говорит, построил такое, показано, где, а то вообще в городе таких нет. И отопление, и канализация, и украшения, и цветы. И сказал, все, теперь переселять из даром. Мне бог дал это, он по тяжелой промышленности. Один. Почему в России ни один щебасик там не взял? Деревню, моя деревня. Вот сломал, замок построил, заасфальтировал, там вокруг все обработало. Нет, ну у нас по возможности можно. Можно взять, у нас для Долгов. Построил для деревни, построил водонапорную башню поставил. Теперь он купил сейчас новый, грядер купил новый. Я, говорит, дорогу все-таки сделаю, говорит. Куда? Да потеряете? У него 6700 гектаров. Да потеряете? У него, понятно. 6700 гектаров у него. Понятно. В этом он еще 4 новых комбайна купил. Грунтовочка была вот такая там. Я бы сказал, у меня голубя, но уже семечки. Он тоже привез, два мешка поставил уже. То есть есть в России такие, которые, ты говоришь. Мне нужен грядер был, раздравнять. Он три раза присылал грядер, который бесплатно у нас дорогу раздавлял. Дороги там есть, так сказать, как бы уже? Бог, какие. Я первый раз посмотрел, кто такой. Он повез меня по полям. Смотрит там вот так вот это поле, волнами. Он говорит, а еще это поле? Ну кто-то такой. Ну а что ж так? Его же можно, я говорю, выровнять. Я говорю, а как? А вот так вот эти с дисками, и землю растащим. Я за два года бы выровнял. У него сколько? Игорь, я говорю, сколько? Игорь, я говорю, сколько? Игорь, урожай хороший, 22 центера. А у Жени, у него 45. Ну не все поля 45. Ну не все, не все. У него в Бразилию там, ущельца некоторых поля. Игнатий, я говорю, что любит это. Сейчас новые, после как технологии обработки земли. То есть вот он, Женя, и Игорь это перенял. Уже у Игоря лет 5, наверное. То есть землю вообще ни пахать, ни баранить, ничего не делает. Сразу, да. Сеянка идет сразу, и семена вносят туда, и удобрение, то и удобрение, и сразу он там прикатывает ее. То есть солому, вот сейчас он идет комбайн, солому раньше был, он дробил и разбрасывал. А сейчас не дробит, а такие посадили там. Видите, ее просто разбрасывают все, разбрасывают ее по полю. В твердую землю прям всадят. Прямо в твердую, она не твердая. Проходит 3-4 года, земля становится как ватная. То есть вся солома достается, плодородный слой там улучшается и улучшается, нигде ничего. Он мне показал, вырвал вот так, вот смотрите, говорит, смотри, корешки у всех на одном уровне. А вот соседнее поле, это не наше. Одна глубже, другая меньше, поэтому они разные по высоте. А по высоте разночет, разное солнце. А значит нет, больше, там черви заводятся, а черви они почву муссируют. То есть в духовном плане точно так же. Ты увидел хорошо, приняла, вот слышал, молчали, молчи. Молчи, сестра. Тебе надо вопросы с братьями решать. Вот что ты этот вопрос не задала? Одна женщина говорит, батюшка, дай мне, говорит, и пить имью. Ну, плане еще, по-секе, чтобы больше как бы святости показать своей пить имью. Ну, батюшка говорит, ну что она, ну ходит, в храм ходит, исповедуется, говорит, причащается, молится всегда. Нет, а что ты, Матрена, любишь? Вот как у тебя день проходит? Ну, я в утром встану, помолюсь, печку затоплю, позавтракаю, а потом сажусь в окно и смотрю, кто куда пошел. А, Лена пошла туда, вот, ага, она здесь, оттуда, оттуда с мужиком идет, ага, там, кто, вот я смотрю. Ну, вот, говорит, тебе, месяц к окну не подходи. А эта-та пошла, Танюха-та, она бригадира приняла ночевать. Она все знает, бабка. Это у нас в деревне была тогда, все знали, кто, где. Игнатий, значит, к сожалению, не только бабка, и женщины такого уже возраста, ну, 40 лет. И мужики такого уже возраста. Мы приехали с отцом Павлом в Тогу, и начали, ну, и распространяем Слово Божие. И дошли, библиотека стоит, и мы такие, пойдем, зайдем, спросим, может быть, занятия можно провести. Заходим, библиотекаша, лет там, 45, такая прям вас приняла, все показала, у них там маленький музей такой есть. Это ближе, пусть я рассказываю. Ну, договорились, все, занятия, хорошо, занятия. По слову Божьему, отец, по-моему, такой же представительный, она такая, а священник этот что? Да, он нас не любит, там она. Да, да, это он такой. Он же там ходит, так нюрки там какой-то. И начинает все нароскать. И вы такие, подожди, а отец, да нет, нет, это не может быть, но я в этом знаю, отца Вячеслава. Но это все, говорю, наговорили, это наговорили на него. Как наговорили, говорит, как так, не может быть. И все, и не дала нам занятия вести. А, вы не верите мне? Все, идите отцель. И все, и мы пошли, не солоно хлебавшие. Вот это устроено. А вы могли по-другому еще, вам ваша цель какая была? Провести занятия. Главное, цель опустили. Да. А вы пошли по-другому. А вы пошли по-другому. И вот он, она там, кнюрки. Зачем это, по-моему? Ему нужно это было. Так я это и сказал. Что-то попросить было, представьте, колхоз. Я об этом ей строил. Я что-то не понял. Вы что поняли-то, что я сказал? Игорь, мы поняли, но просто... Ну, первые годы, когда пришли, у нас не было ни техники, ничего. Мне нужно трактор, там, или машину. Я прихожу к директору совхоза. С ним разговариваю. Анатолий Сергеевич. Анатолий Сергеевич, так и так надо. У меня нет. И он стоит, сидит, я вот так вон в окно смотрит, так и... Я сижу опять, маленько, вот только обернёсся, и я опять, Анатолий Сергеевич, это нет. И я так бывает около часа, сижу у него в кабинете. Моя цель получить мне то, что надо, машину. Наконец заходит главный инженер, что-то он... Так, он не смотрит, на меня не глядит, а... Так, дай им машину. Дай им машину. Всё, цель достигнута, я пошёл. А я знаю, там, что там... Было-то у него, я это... Слыхал я, говорю, мне зачем это нужно? Мне машина нужна. На этой цели у женщин, у жены особенно, не стоит. Она сразу пересидывается на другое. Так, вы знаете, что, я вообще-то не об этом рассказывал. А значит, вы это рассказывали? Я рассказал... Не надо об этом рассказывать. Никогда. Всё, посчитай, давай. Игорь, всё, считай. Сейчас, считай. О чём не вспоминать-то? Ну всё. Чужие грехи, не знаю. Считай, спокойно. Считай. Какие грехи, о чём? Ну чё? Считай, сейчас попробуй считать. Батюшка, успокойтесь. Вы что думаете вообще, я не могу понять? О чём вы думаете, когда я говорю? Тихо. Кто неспокойся? Я ведь вон свой. Я прочитаю. Говорю, он с властью. Там же тот. Выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. И схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам, его умолял, и говорил, потерпи на мне, и всё отдам тебе. Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его, призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И, разнивавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешений. Толкование. Никто из пребывающих в Боге не бывает бессострадателем, а только тот, кто удаляется от Бога и делается чуждым его. Раб, получивший прощение несравненно большего долга, десятки тысяч талантов, не хочет не только простить несравненно меньшего ста динариев, но и отсрочить. Хотя должник просит его теми же самыми словами, какими тот просил царя, напоминая тем, как сам он спасся. Здесь представляются ангелы, ненавидящие зло и любящие добро, ибо они сослужители того злого раба. Говорят же они это Господу никак не знающему, а для того, дабы ты знал, что ангелы суд, наши защитники, и что они не любят бесчеловечных. Господь производит суд над злым врагом из человеколюбия, чтобы показать, что не он, а жестокость и неблагодарность раба лишает милости. Каким мучителям придает вопрос? Конечно, карающим силам на мучение вечное, ибо слова пока не отдаст ему всего долга, значит, да то ли пусть мучится, пока не воздаст. Но он никогда не воздаст долга, то есть никогда не кончит должного и заслуженного наказания, ибо в Аде нет покаяния, следовательно, он всегда будет под наказанием. Желает же, чтобы отпущение было от сердца, а не от одних уст. Представьте, какое зло по метазлобе, оно лишает даже и дарованного дара Божия. Хотя дарования Божия не раскаяны, но от нашей злобы и они теряются. Я вот тут не понял последнее. Хотя дарования Божия не раскаяны, но от нашей злобы и они теряются. То есть не приложи, Бог не раскает то, что даровал это. Не раскаяны от Бога. То есть Бог не отказывается, если обещал выполнить. Говорят, что Бог всемогущий. Не может такое предложение. Относительно, он не всемогущий Бог. Как так? А он многое не может делать. Да как же так? Он не может отречься от самого себя. Он не может делать неправду. Ты понимаешь, что это? Он не может там. Писание говорит, и Господь не может отречься от самого себя. То есть он обещал Израилю, а Израиль восстал на него, они его распяли, в 2000 лет воюют. Но Господь остается верен. Это мы считаем 105-й Псалом. В конце мира дверь отворится для Израиля, и Израиль начнет спасаться. А язычникам уменьшится. Это впереди. Бог сказал, и оно исполнится. А как? Люди молились. И все время молились о том, чтобы вот этот конгломерат зла, лжи всякой, Советский Союз рухнул. И ответа не было. И вдруг ответ пришел. Ответ простой. Сколько лет был Израиль в плену в Вавилоне, столько лет русские люди за отсутствие от Бога. Там были 72 года. Но уже на 90 лет. 72. 72 года продолжился здесь плен. А откуда считать? Считают от расстрела царя. Вот и все. Я делал доклад, или как выступал в Америке, по теме «Будущее русской эмиграции во свете Святой Библии». А я где высчитал? 12-й том, оно затоустит. Он об этом говорит. То есть это идет повтор. А люди, которые, они высчитывали десятины, и верят, что все кончилось. Тогда стали вопиять к Богу, чтобы Господь... Да, слушай, сядь нормально, а? Ну, си. Вы, мама, позвольте. Выйти надо. Ну, выходи быстрее. Так, дальше вопросы. Главное, теми же самыми словами, которые он просил Господина, его тот также просит. А сто динариев, это не десять тысяч, это в миллион раз меньше долг. И он не хотел просить. Пока не отдашь. Ну, когда посадили, что же он отдаст-то теперь? Ты бы сказал, я тебе спать не дам, чтобы работал, чтобы у тебя было с чем рассчитаться. А то посадить в темницу. А как он отдаст, когда не работает, а пенсия не идет? Это тоже нам непонятно. А почему? А тогда не было социальной помощи. Пенсию не давали. Составился человек еще накопил, то есть или иди, помер, помирай. Это у меня пенсия. Мы так привыкли, как будто... А это не всегда было такое. Сейчас пенсия у тебя будет 11,5 тысяч. У меня? Да. Президент сказал... Поздравляем. Президент сказал, что пенсия у всех должна быть не ниже прожиточного минимума. А прожить минимум это 11,2 тысяч, что ли, тысяч. 1,280. 11,280. Ну, 11 тысяч 300 рублей. Вот поэтому сейчас постепенно будет, в течение года должно быть у тебя 11 тысяч. Так добавят только у кого не достается? Да, только на самом деле. Нет. А у кого если 13, там 12, тем ничего не добавят. Ну, не уберут. Интересно, когда родился ребенок, второй ребенок платят материнский это. А у нас один потеряю, когда приказ-то вышел, а у него уже девчонке 3 года. Батюшка, а че так поторопился-то? А сейчас для этим что? Получает капитал материнский 465 тысяч, кажется. 480. 480. И если они берут ипотеку, ипотеку, то им еще 460 тысяч дается бесплатно, значит. Почти миллион. Ну так миллион-то, он куда попало не истратит. Только на жилье. Ну да, и жилье не продать еще нельзя. Они блокируют его. Нет, ну сколько-то я не знаю. Ну, ну хорошо, он взял, а теперь продал, и деньги все равно руководят. А он продать не может, пока дети не совершены, он не продал. Как так не может продать, Батюшка? Пока с ипотекой не рассчитается, или какие-то другие? Остальные-то вот миллионы, берешься за 3 миллиона. Миллион ты заплатил, 2 миллиона. Даже ты выплатишь, когда. Так, у тебя трое детей. Трое детей у тебя, понимаешь? Это дается у тех, у кого трое детей. Трое детей. Ты не можешь продать. Почему? Чтобы ты должна предоставить бумагу, что у тебя есть другое жилье на детей, что это, а так, что ты продал, детей тебе не дадут продать. И сейчас так. Чтобы дети без жилья не остались. Ну, это там где-то. Сунули там, кому-то. Чтобы дети не остались без жилья, понимаешь? Дети мои тоже. Вот так. Ну ладно, время уже вышло. Да, наверное, все, да? Да, все. Молимся. Достойно есть я кого истину, вложить я Бога в лицо, в пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, в честнейшую Херувин, и в славнейшую без сравнения с Серафим, без искрения Бога Слово Родшую, сущую Бога Родицу Тя вечая. Благодарим Тебя, Христе Божий, нас за Твоей милости и щедроты к нам, грешным Господи. Дай нам, Господи, разумение в Слове Твоем, Господи. И я отвергнется от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отниме от нас. Тебе слава в веки веков. Аминь. Аминь. С Масленицей всех! Асюх. Поздравляем. С неделью страшного судьи. Мясо доедайся. Сейчас я еду, все возьму. Мы едем.